Всем привет, друзья! С вами АверперГеймс и очень часто игроки задаются вопросом, какой же премтанк в 2020 году приобрести в свой ангар. В этом видео я хочу помочь вам разобраться с тем, какой премтанк стоит купить для того, чтобы более-менее комфортно фармить серебро в 2020 году. Говорить мы будем только о тех премах, которые доступны в ветке развития. И да, чуть не забыл, я играл без использования бустеров на серебро для того, чтобы показать реальную картину того, как фармит тот или иной танк. После того, как мы поговорим обо всех плюсах и минусах обсуждаемых танках, я по мере своих познаний и опыта постараюсь дать вам совет к покупке. Ну что ж, давайте приступим. Начнем мы с классики ИС-6. Несмотря на то, что ИС-6 находится в моем ангаре очень давно, я по-прежнему продолжаю его регулярно выкатывать. На мой взгляд, ИС-6 подойдет подавляющему большинству игроков. У него есть по-своему неплохая броня, и дело тут далеко не в количестве миллиметров брони. ИС-6, наверное, как и большинство советских тяжей, обладает читерно-рикошетной броней. И, соответственно, очень часто вражеские снаряды, выпущенные по ИС-6, улетают в банальный рикошет. Но, несмотря на всю эту читерность, нужно знать о том, что, само собой, ИС-6 пробивают. Поэтому не нужно нестись бодрый ОЛО-Раш по центру, надеясь на советскую читерную броню. Но в целом, пусть и не всегда, но все же, способность рикошетить вражеские снаряды позволяет ИСу частенько выживать там, где, по идее, выживать нельзя. Естественно, это сказывается и на конечном фарме, потому как, живя дольше, ИС-6 и настреливает больше. Помимо читерно-рикошетной брони, у ИС-6 есть более-менее неплохая скорость. Вперед он едет в среднем со скоростью 30-35 км в час, ну а вот маневренность оставляет желать лучшего. Поворот на месте составляет 34 градуса в секунду, и, на мой взгляд, этого маловато. Из орудий у ИС-6 аж целых два деструктора. Главными их различиями являются время перезарядки, бронепробитие и тип голдового снаряда. Первый ствол – это классический ИС-овский деструктор с бронепробитием в 175 мм базовыми и 217 голдовыми подкалиберами. Перезаряжается он за 10 секунд и в минуту выдает 2360 урона, что на самом деле является неплохой цифрой для тяжелого танка восьмого уровня. Второе орудие обладает бронепробитием базовым снарядом в 221 мм, а голдовым кумулятивом в 270. Перезаряжается оно за 12,5 секунд и в минуту пробивное орудие выдает 1920 урона. Я лично играю на ДПМном орудии, выставляю в оборудовании калиброванные снаряды и в принципе каких-то проблем с бронепробитием не испытываю, потому как в рандоме очень много картонных противников, на которых можно с легкостью настреливать дамаг. Плюс к этому базовые снаряды на ДПМном орудии стоят 1000 серебра, в то время как снаряды на пробивном орудии стоят на 1000 дороже, что пусть и немного, но все же увеличивает количество зарабатываемого серебра при игре на ДПМном стволе. Что касается комфорта стрельбы, то говорить особо нечего, сводится И-6 за 5,5 секунд, но весь парадокс заключается в том, что очень часто И-6 без какого-либо сведения закидывает точно в цель. Но при этом очень часто бывает и так, что дождавшись сведения снаряд улетает в неведомые дали. В общем-то, все в лучших традициях советских тяжелых танков. На мой взгляд, И-6 это неплохой фармер серебра, и если помимо фарма ты хочешь познать всю силу, непредсказуемость и читерность советских танков, то думаю, что И-6 твой выбор. К тому же на нем у тебя будет некое разнообразие в плане смены орудий, что для премтанка является достаточно редкой функцией. Да и к тому же в следующем обновлении ему вроде бы как обещают апнуть броню. Я почти на 100% уверен в том, что если ему ее апнут, то И-6 станет новой грозой рандома на 8 уровне, и фармить на нем станет еще приятнее. Далее идет Ягдтигр 8.8, и у него на выбор тоже есть два орудия. Первое это 8-сантиметровый ствол, который за выстрел наносит 220 альфы, имеет бронепробитие базовым снарядом 203 мм, а голдовым подкалибером 237. Перезаряжается он за 4 секунды и в минуту выдает 3200 урона. Второе орудие это 10-сантиметровый ствол, который выдает за выстрел 310 альфы, имеет бронепробитие базовыми снарядами в 225 мм и голдовыми подкалиберами в 285. Перезаряжается он практически за 6 секунд и в минуту выдает 3100 урона. Оба эти орудия достаточно хороши и по-немецки точны, поэтому на обоих этих стволах проблем с попаданием возникнуть не должно. Но чисто для справки все же скажу. 8-сантиметровое орудие имеет чуть лучшую точность на бумаге, но на практике лично я между ними не заметил никаких отличий. Мне лично больше нравится играть на 10-сантиметровом орудии, потому как там банально выше альфа и наносить 2-2,5 тысячи урона на этом орудии гораздо проще. Правда тут есть небольшой нюанс, о котором я должен вам рассказать. Один базовый снаряд 8-сантиметрового ствола стоит всего лишь 250 единиц серебра, в то время как снаряд 10-сантиметрового орудия стоит аж тысячу. Разница в цене колоссальная. Я конечно не измерял на калькуляторе то, насколько все это реально влияет на фарм, но по идее фарм на стоковом орудии должен быть куда более высоким, в силу более дешевых снарядов. Вот вам к примеру скрины после боевой статистики на стоковом орудии. А это фарм за примерно то же количество урона, но на топовом орудии, у которого снаряд стоит тысячу серебра. Что касается брони, то броня у Ягдтигра хорошая, но к сожалению не везде. В основном ловить непробитие будет рубка, в ней аж 250 миллиметров. Ну а вот корпус нельзя назвать крепким. Конечно, при манцах и доворотах он иногда танкует. Но не нужно на него рассчитывать. Все-таки гораздо проще положиться на крепкую рубку, которую к слову говоря частенько не пробивают даже ПТ-9. Все что нужно при игре на Яге 8.8 это доехать до какой-нибудь неровности и встать от рубки. Играть можно практически от любых рельефов, ведь УВН этой ПТ составляет вниз минус 7 и вверх 15 градусов. Также вправо и влево орудие поворачивается на 10 градусов. И поверьте, играть от рубки на Яге реально доставляет удовольствие. Но к сожалению не всегда все так просто, ведь с динамикой, так же как и с маневренностью, у Яги 8.8 есть некоторые траблы. Вперед она едет в среднем 20-25 километров в час, а вращается на месте со скоростью 38 градусов в секунду. Помимо этого у нее часто критуется двигатель, поэтому юзать ремкомплект придется практически после каждого попадания в НЛД. В целом Ягдтигр 8.8 подойдет тем игрокам, которые любят играть на ПТ, а особенно сильно тем, кто с удовольствием прошел ветку Ягдпанзер Е100. Еще один премтанк ветки Германии и на мой взгляд он является одной из самых выгодных покупок в 2020 году. У него одно из самых пробивных и точных орудий вообще среди всех танков 8 уровня. Бронепробитие его базовых снарядов составляет 234 миллиметра, а голдовые подкалиберы пробивают броню толщиной в 294. Как правило базовых ББшек вполне достаточно для перестрелки даже с теми, кто находится на уровень выше. И к слову говоря, за один базовый снаряд потребуется отдать 1000 серебра, что при таком бронепробитии очень даже годная цена. За один выстрел Лев наносит 310 единиц урона, перезаряжается за 8 секунд, а его ДПМ составляет 2200. В плане брони Лев тоже выглядит достойно. Пока я наигрывал бои для обзора, я постоянно встречал его в рандоме. И поверьте, с орудий 8 уровня пробить его в лоб корпуса или же башни очень непросто, особенно если он мансит и ромбует. Помимо этого у него есть очень хороший ОВН. Вверх орудия поднимается на 17 градусов, а опускается вниз на минус 8, что вкупе с крепкой башней дает ему прекрасную возможность вставать от неровности и насиловать команду красных. И да, друзья, как я говорил ранее, у него одно из самых точных орудий, поэтому никакого дискомфорта при стрельбе даже на самые дальние дистанции вы испытывать не должны. Что касается динамики и маневренности, то тут Лев слегка подкачал. Особенно сильно это чувствуется при движении в гору. В среднем по ровной местности он едет со скоростью в 30-35 км в час и набирает он их крайне неохотно. К тому же скорость вращения на месте составляет всего 37 градусов в секунду. В целом же мне кажется, что Лев придется по вкусу как новичкам, так и опытным игрокам, ведь у него помимо брони есть еще и точное и пробивное орудие, которое будет нести добрую службу всем тем, кто решится на его покупку. Ну а мы переходим дальше и следующим премом выступает Т-34. Этот танк обладает одной из самых крепких башен среди всех танков 8 уровня. Плюс к этому углы его вертикальной наводки составляют вверх 15 и вниз минус 10 градусов, а это дает прекрасную возможность играть от неровности и танковать башней. К тому же его бронепробитие составляет 248 миллиметров базовыми снарядами, что соответственно отбрасывает нужду в использовании голдовых подкалиберов, которые, к слову говоря, пробивают броню толщиной в 297 миллиметров. Время перезарядки составляет 12 секунд и за выстрел он наносит в среднем 400 альфы, а в минуту он выдает всего 2000 урона. Кстати, стоимость одного бронебойного снаряда составляет 1000 серебра, что, конечно, радует, ведь при таком бронепробитии цена могла бы быть гораздо выше. В плане динамики Т-34 явно оставляет желать только лучшего. В среднем вперед он едет со скоростью 20-25 километров в час и набирает он их не совсем бодро. К тому же скорость его вращения на месте составляет 33 градуса в секунду, а это, к слову говоря, самый плохой показатель среди всех тех танков, которые мы с вами обсуждаем. Вдобавок к этому Т-34 крайне картонный корпус, поэтому танковать им вряд ли получится. Что касается комфорта в выцеливании, то при полном оборудовании, установленном на сведении, сводится Т-34 за 5,5 секунд. Вдобавок к этому у Т-34 изначально очень большой круг разброса, поэтому для того, чтобы попадать даже на средние дистанции, как правило, придется ждать практически полного сужения круга сведения. В общем, Т-34 это тот танк, который я, откровенно говоря, считаю не самым лучшим в плане фарма серебра. 2-2,5 тысячи, а тем более 3 тысячи урона на этом премии не самая легкая задача. В общем-то, к нему мы еще вернемся. А следующий премтанк из дерева развития США это Т-26Е4, Супер Першинг. И сразу же о броне. В плане танкования тут 50 на 50. Броня вроде бы как есть, но в то же время ее вроде бы как и нет. Дело в том, что Супер Перш увешан экранами, которые частенько, очень даже неплохо отбивают вражеские снаряды. Но, несмотря на все это, упарваться на нем все же не стоит. Супер Першинг уже достаточно давно обитает в рандоме и многие игроки прекрасно знают, куда его пробивать. На нем, по идее, можно мансевать. Правда, против пробивных или же умелых противников это особо не работает. Ромбовать же на нем нежелательно, потому как у него абсолютно картонные борта, в которые залетает практически любой снаряд даже под небольшим углом. Вперед он едет в среднем 30-35 км в час. Скорость поворота корпуса составляет 48 градусов в секунду. Конечно, для ИСТ это далеко не самый лучший показатель, но я лично воспринимаю Супер Перша как тяжелый танк. Поэтому на динамику и маневренность я особо не жалуюсь. Из орудия УТ-26,4 90-мм валынка, которая имеет не самое лучшее бронепробитие базовыми снарядами. Всего 205 мм. Но тут следует отдать должное, ведь стоит один такой снаряд всего 255 серебряных монет. Голдовый же подкалибр пробивает броню толщиной в 258 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы воевать с танками 9 уровня. За выстрел Супер Перш наносит в среднем 225 урона, перезаряжается за 6 секунд, а его ДПМ составляет 2200 урона. С точностью иногда возникают некоторые проблемы, потому как снаряды очень любят отклоняться от заданного курса. Но в целом это явление нечастое и в принципе оно не вызывает какого-то дискомфорта. Самый главный плюс этого према заключается в том, что он реально фармит серебро. Смотрите, за 3500 урона я вывез 100000 чистого серебра. И это при условии того, что я не использовал никаких бустеров. То есть это говорит нам о том, что Супер Першинг является собой самый настоящий комбайн, который гарантированно будет пополнять казну вашего ангара. И однозначно на сегодняшний день для фарма серебра это один из лучших прем танков, доступных в игре. Ну что ж, последний прем в этом видео. ФЦМ 50 тонн. На бумаге он вроде бы как средний танк, но в действительности он больше походит на ТТ. У него неплохая скорость. Вперед он едет в среднем 35-40 км в час, а скорость вращения его корпуса составляет 53 градуса в секунду, что тоже достаточно неплохо. Базовые снаряды ФЦМа имеют бронепробитие в 212 миллиметров, а голдовые подкалиберы пробивают броню толщиной в 259. Цена за один базовый снаряд такая же, как и у Супер Першинга и составляет 250 единиц серебра, что вполне себе оправдано, ведь за один выстрел ФЦМ наносит 225 единиц урона. Перезаряжается он за 6 секунд и его ДПМ составляет 2200. Что касается точности, то каких-то проблем лично я не заметил. На средние и дальние дистанции придется, конечно, сводиться в течение 3,5 секунд. И если свестись до конца, то в 99% случаев снаряд полетит точно в цель. Ну а вот о броне складывается впечатление, что это не французский, а советский танк, потому как уж больно часто он ловит какие-то непонятные рикошеты и непробития. И благодаря этой магической способности он частенько подолгу выживает там, где, по идее, выживать нельзя. В целом, про ФЦМ нельзя сказать, что он плохой, но и хорошим его никак не назовешь. И ладно, если бы он фармил так же, как Першинг, но, к сожалению, до Першинга ему очень далеко. Итак, друзья, давайте подведем итог. В первую очередь, для фарма серебра я рекомендую покупать Супер Першинг. Пусть он не самый лучший танк в плане комфорта игры, зато он реально фармит и будет гарантированно пополнять казну вашего ангара. Если же вы хотите играть качественно и комфортно, то тут я однозначно рекомендую покупать Льва. У него действительно очень комфортное орудие, стрелять с которого доставляет удовольствие. К тому же, Лев может похвастать некоторой вариативностью в плане геймплея, ведь у него есть не только хорошая броня, как в башне, так и в корпусе, но у него есть еще и хорошие УВН, которые дают возможность играть от неровностей, подставляя только свою крепкую башню. Фармить, конечно, он будет не так, как Супер Першинг, но в целом тоже неплохо. Что касается ИСа 6, то у него есть некоторые плюсы перед своими коллегами. В первую очередь, это его читерная броня, которая иногда спасает от пробитий в борт. И вдобавок к этому у него есть два орудия на выбор, что является большой редкостью для премиумного танка. К тому же, как я уже говорил ранее, ему должны апнуть броню во лбу, что однозначно должно облегчить его существование в рандоме. Что касается фарма серебра, то фармит он так же, как и Лев, но в силу того, что у ИСа 6 достаточно рандомное орудие, и естественно, иногда эта рандомность будет играть не в пользу игрока, и в конечном итоге это будет не лучшим образом сказываться на фарме. Поэтому, если вы готовы терпеть советскую рандомность, то добро пожаловать в клуб любителей ИСа 6. Ягдтигр 8.8 имеет слегка специфичный геймплей, и для комфортной перестрелки на нем необходимо выставляться своей рубкой, что, естественно, получится делать далеко не на каждой карте. А так, в целом, если вы познаете дзен игры на прокачиваемой яге 9 уровня, то Ягдтигр 8.8, несомненно, будет приносить массу удовольствия и тонны серебряных монет. ФЦМ тоже достаточно специфичный танк для игры, на котором однозначно потребуется опыт. По большей части он подойдет игрокам, которые в этой игре успели попробовать разный геймплей. ФЦМ это средний тяжелый танк, и очень часто на нем нужно полагаться не на стандартные разъезды и позиции, а больше, наверное, на собственный игровой опыт. В плане фарма ничего сверхъестественного он не показывает, а на самом деле хотелось бы, потому что, как я уже говорил ранее, танк достаточно специфичный, и хотелось бы за некоторую, как говорится, изощренность при игре на нем получать дополнительные серебряные монетки. Но, к сожалению, этого нет и не будет. Фармит он примерно так же, как и остальные премиумные танки восьмого уровня. Естественно, я не беру в расчет Супер Перша. Т-34, как я говорил ранее, далеко не самый комфортный танк в плане фарма. У него, конечно, есть свои плюсы в виде крепкой башни и пробивного орудия, но все это меркнет перед его минусами в виде слоупочности картонного корпуса и далеко не самого комфортного орудия. В общем, Т-34 я не могу вам рекомендовать, потому что, на мой взгляд, он требует ряда балансных правок. Фармить на нем нелегко, и по большей части игра на нем больше похожа на рутинную работу, нежели на игровой процесс. Ну а на этом у меня все. Обязательно пишите свои комментарии, с чем вы согласны, с чем не очень. По возможности делитесь этим видео со своими друзьями-танкистами. И до скорых встреч!